день воскресный день чудесный я всегда читаю ваши комментарии к последнему выпуск увидел что не хватает динамики нужно же в живую все показывать друзья и прямо сейчас мы это с вами сделаем сегодня мы находимся в районе станции метро автозаводской которая больше известна под названием зилард здесь нас встречает огромное количество новых домов на любой вкус и начать я хочу лишь с напоминание что в этих воскресных выпусках мы не делаем рекламы или антирекламы застройщиком и домам жилым комплексом куда нас приглашают люди но начать мы обязаны с информации с официального сайта застройщика вот посмотрите вот такие рендеры нас встречают так что же такое зилард это комплекс бизнес-класса это новое уникальное пространство столицы с красивыми домами богатейшей инфраструктуры и обширными зелеными зонами здесь должно быть построено 30 домов с эксклюзивной архитектурой в этом фишка когда мы будем с вами гулять дома которые здесь стоят они должны быть все по-своему уникальны 17 из них уже построены заселены ряд еще строится на стройку мы тоже дойдем у дома которые на первый взгляд попахивают чем-то дорогим люди живут на набережной пробежки выгулы собак на территории все новенькая красивый въезд под шлагбаум охрана камеры и все это в процессе съемки я старался не упускать возможности подходил к людям кто здесь живет спросить их мнение как им тут а сфера жизни взял арте до самое лучше но проблема в том чтоб нам вообще дали место в этом садике потому что сейчас заселяют новые дома мест не хватает а я ведь знаю вы любите когда есть перчинка а ее я нашел в интернете в отзывах сергей фурсов пишет жулики жулики чистой воды менеджер константин гореть ему в аду брехло в высшей степени мечтали о большой квартире с панорамными окнами ждали три года и получили узкие не открывающиеся окна в пол старые батареи и прочее 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 будьте прокляты очень-очень непорядочные люди просто не люди как он такой вот здесь живут молодые ребята которые откликнулись на мой давний призыв из серии кто живет ну пустите в гости пригласите расскажите про район плюсы и минусы и прямо сейчас мы с вами с ними познакомимся я не просто так выбрал именно это место для записи вступления чтобы передать вам всю атмосферу выпуск уже начался и продолжу я его с козырей давайте познакомимся с героем выпуска который мне написал он вас с первых секунд удивит но я бы сразу задам вопросы которые будут в вашей голове смотрим знакомьтесь друзья один из главных героев нашего выпуска сегодня степан молодой парень 21 год стёпа проживает в зиларте в одном из зданий назовем его так с 2020 года сразу будет вопрос стёпа а как это так ты наверно живешь с мамой нет это такая длинная но интересная подводка сам ты с амурской области на взгляды благовещенск как говорят благовещенск город благовещенск ты заканчиваю школу и нужно куда-то поступать почему вообще выбрал москву на самом деле москву я выбрал по одному простому принципу я за девушкой поехал за девушкой по любви да вот так вот вспоминайте свои молодые годы молод она поступает в москву он за ней девушка сегодня с нами чуть позже она даст свой комментарий есть родители и отец говорит сыну ну чё берем квартиру тогда и по совету друга степану родители покупают здесь квартиру мы стоим на фоне твоего дома вот так вот смотришь думаешь ну неплохо с одной стороны с другой стороны кто-то скажет ну так себе домик здесь уже ваше мнение друзья пишите в комментарии расскажи мне что у тебя есть подземный паркинг есть подземный парки не топит ничего честно мы не знаем у нас нет машины но вроде как никто не жаловался пока что mercedes не подарили нет понял так дальше дел на первом этаже у нас коммерция здесь стандарт все как положено а сколько вообще всего этажей в доме он разноплановый то есть есть вот уровень в 10 этажа есть уровень 14 этажей я смотрю там кита у тебя на верхних этажах какие-то что-то типа пинхаусов ну очень типа пинхаусов мы там рассматривали к покупке квартиру она они там самые маленькие но зато с панорамными окнами а то есть небольшие студии но видовые вот ведь как тоже интересно делают в этом выпуске я не буду размазывать каши мы прямо сейчас отправимся в гости к степану квартира площадью 48 квадратных метров куплено в 2020 году по цене 12 миллионов рублей в готовом доме они уже покупали ее у другого человека инвестор так называемый квартира в бетоне ремонт сделали полностью под ключ сами отец руководил всеми проектами я вас всех призываю поставить лайк за честность папа купил сыну квартиру что в этом плохого хотя я уверен что у многих из вас в голове возникла мысль а какой-то инфо цыган сейчас будет история о том как я заработал на крипте и сам купил себе квартиру нет ребята с дальнего востока покупают квартиру сыну пожалуйста атмосфера до выходишь но шумновато не случает мы сюда почти не выходим потому что у нас есть другой выход и мы все сразу в район пошли а здесь да друзья пойдемте в гости ну чё открывай смотри получается ты приходишь у тебя по карточке но она открыта так но она так открыта ну потому что видим сейчас это залетает бывает всякое бывает заходим нас встречает такой в принципе большой ну я бы назвал у нас сразу рецепшен но по факту как это правильно подъезд зона ожидания слева справа крылья верно да мы с там же пойдем сначала сходим в гости после выйдем во двор посмотрим как он выглядит залетай пошли ну чисто смотри прикольно конечно сделала вот мне нравится себя то что знаешь во всякие тяжека приходишь везде своя атмосфера везде все по-своему сделал вот побегайте глазками посмотрите влево вправо заходим на первом этаже нас встречает гостевой туалет можно помыть руки справить нужду это что не подскажешь это тех помещения у нас уборщицы вот такого рода ящички атмосферку но действительно такое знаешь что-то типа лофт с чем-то богатым английский что ли стиль я не знаю как бы вы пишите сами как правильно но выглядит неплохо он там смотри у тебя еще получается какая-то штука карточку и при туда ключ прикладываешь и у тебя по твоему номеру квартире открывается ящик а то есть видите как сделано обычно бывает такая история этот и приклад подходит открывается подходи ближе здесь вот конечно собралась история велосипеды и прочее хранится того что у них есть отдельная зона но в силу того что народу дофига не подрасчитали утром можно попсиховать когда будешь в велик пытаться вырвать чтобы достать его ну а так в целом друзья ну блин я не знаю спустя исходя из того что дома три года но я считаю в принципе очень даже достойно все дело выглядит в силу того что не разбито не расшарфану ну как бы тут не добавить не убавить как есть говорим у нас нет задачи я напоминаю что-то либо засрать там либо за рекламировать поехали в гости ну вот лифт конечно знаешь чисто наш наш народ что тут у вас написано поехали снюс есть матерные слова есть это молодежь надо но это панель и взрослые панели еще их не сняли все равно поняли не сняли как бы народ разрисовывает народ когда утром код выходишь вообще в целом с лифтами как два лифта на крыло не хватает на то есть в очереди приходится постоять у нас есть проблема что люди с 14 этажей с 13 там вызывают два лифта и из-за этого лифт тупой то есть он сначала вверх приезжает потом на 1 едет таком дарыч не настроен и катается туда-сюда что-то получается на нас встречает раз-два сколько чек квартир 5 получается ну пойдем давай веди к тебе ну скажите мне вы чувствуете чувствуете что на дворе то уже весна а это значит что скоро начнется приятная пора планирования отпусков многие откроют для себя тот самый долгожданный дачный сезон и без непредвиденных покупок скорее всего не обойтись никому и вот что если я вам скажу что можно неплохо сэкономить возвращая деньги абсолютно с каждой вашей покупки и вот все что для этого нужно следите за руками элементарные просто оформите дебетовую карту тинькофф black и получаете кэшбэк за все кэшбэк это способ вернуть часть потраченных денег обратно на карту в тинькофф кэшбэк начисляется каждый месяц и будет приходить обратно к вам на карту рублями а вот здесь внимательно с тинькофф black у вас будет кэшбэк до 15 процентов на заранее выбранной категории трат и до 30 процентов за покупки по спец предложениям которые вы можете найти в самом приложении банка таким образом с карты тинькофф black вы можете экономить деньги при повседневных тратах сходили в кафе или в ресторан заправили ваш автомобиль расплатились тинькофф black заехали в супермаркет расплатились тинькофф black на маркетплейсах и многом другом а в конце месяца получаете ваши денежки обратно простейший пример вы делаете ремонт или что-то купили в магазине кофемашину расплатились тинькофф black в конце месяца вы получаете кэшбэк возвращаетесь в магазин и с этими же денежками совершаете новую покупку как вам такое ну приятно же елки-палки а если вдруг у вас появятся вопросы то поддержка банка с вами на связи 24 на 7 и всегда готова вам помочь в чате приложения или по телефону что же вы еще смотрите и ждете оформляйте карту тинькофф black по ссылочке в описании чтобы также получать кэшбэк за все и экономить на ваших повседневных тратах мы сейчас продолжаем но в конце выпуска я вам напомню что ссылочка ждет вас в описании так друзья мы с вами заходим в гости одна из тех частей ролика которую вы любите потому что действительно любопытно и интересно посмотреть как люди живут изначально покупают квартиру за 12 миллионов рублей здесь один бетон нужно делать ремонт первым делом я подумал что ну заказывали дизайнера по факту все что вы сейчас увидите это нарисовал отец степан посмотрите просто вдумайтесь 18 лет берет заносится чемоданы ставят все теперь я здесь буду жить в москву приехал учиться что нас встречает квартира действительно интересная она по-другому не называть такая прям молодежным смотрите в принципе большая прихожая подчеркиваю живет сейчас здесь два человека изначально покупалась под одного ну вот зон хранения вещей огромное количество в силу того что потолки высокие нас в том числе даже здесь встречает антресоль зашел разулся заходишь первым делом ну руки помыть в туалет сходить душ принять вот такая душевая здесь сразу идет зона на разграниченная прямо наступая и прям ногам балдеж потому что пол дес подогревом заходим зона душевая тоже интересно сделано то есть как бы прям проработаны все материалы по ощущениям как бы видно что не дешевую ну как минимум взгляду и так вот восприятия ну прям классные два туалета почему один для людей другой для фортика кто такой фортик мы сейчас его увидим ну и дополнительные зоны хранения то есть все что здесь есть это не коммуникации открываешь и там пылесос и прочее 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 лежит далее мы с вами потихонечку меняемся вот здесь начинается такая знаешь изюминка конечно было бы интересно сбать его пообщаться просто как ему это в голову пришло ну потому что смотрите вот у нас дверь соответственно там что то есть что то мы сейчас с вами узнаем заходим и вот живая атмосфера ребята находятся у себя дома гостиная объединенная залом телевизор диван который в принципе можно сложить в дополнительное спальное место но приехали друзья там переночевать пожалуйста можно прилечь подходи ближе большие окна панорамные которые еще и открыть можно соответственно вот это вот конечно плюс жирный там летом весной и зимой проветрить помещение тоже хорошо вместо того же самого фортика подходи ближе покажи просто двор значит с высоты их квартиры что нас встречает детская площадка вот так они выглядят жирный плюс вот этой площадке лично я отмечаю это вот коричневое здание беседкой назову потому что вышел ты гулять с ребенком а если пошел снег пошел дождь куда как правило все бегут домой а здесь хоть где-то ты можешь спрятаться и там ребенок поспал ну родители меня поймут дети карандаш и карандаш и бегут 7 модели специальной жилеточки чтобы всех видно было вот пожалуйста гулять на первом этаже также здесь есть большой спортзал и какая-то клиника окна в окна тут уже пишите ваше мнение сами здесь начинается изюминка но я покажу смотрите кухню мы об этом еще поговорим то есть дополнительно кухню можно расширить открываешь столом больше становится островок электроплита вытяжка ну то есть для готовки смотри он там сверху все хранится здесь короче начинается комната бэтмена вот это прикольно вот я реально подчеркиваю что если говорить с точки зрения молодежи вот ты заходишь у тебя дополнительно дополнительно идет собственно спальня полноценная кровать метр сорок сразу просил этом как вообще не тесно да нет в целом норм но хотелось бы и побольше и точно также огромное количество шкафов для хранения они в принципе глубокие поэтому здесь разложить все свои вещи ну так вот с головой и еще смотри иди сюда пойми ко мне поближе ответ так ну просто ну изюминка сделано как дверь это та самая дверь с помощью которой ты выходишь в прихожую соответственно можно закрыться то что многие из вас любят жена готовят запахи не идут ну и так далее там надо до спать закрылся там тут телевизор смотрят не знаю завтракать ты лежишь балдеешь идите сюда ко мне я все что делаю это все с разрешения ребят вот я спрашиваю все можно да я продемонстрирую вот смотрите я почему смотрю вот сегодня прям так энергии заряжаюсь я вспоминаю вот эту историю ты посмотри кружка кофе здесь мне кажется литр просто чисто литр кофе я раньше когда пил кофе насыпал пол чайной ложки растворимого кофе заливал его и вот так же пил вот эту вот не в обиду бодягу блин и балдел все было классно далее микрофон говорю для чего ну так бывает играют типа знаешь там орать да я тебя сейчас вот такая знаешь движуха бывает кока-кола допитая но не выброшенная почему потому что пусть стоит ну а так в целом смотрите интерьер да но вы чувствуете вот молодежь чем ребята занимаются мы сейчас послушаем подчеркиваю никто вам ничего в тютюхивать не собирается не будет сейчас никакой истории типа я крипто бизнесмен там еще что то нет не переживайте огромное количество всеразличного управления то есть поддерживать температуру воздуха климатическую систему подогревы и прочее 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 все здесь есть далее мы выходим с вами на балкон он холодный то есть он не обустроен для того чтобы здесь можно было находиться зимой здесь нас встречает фортик что позвольте сказать что не дерешься вот вашему вниманию фортик вот так вот он выглядит хвост очень длинный пушистый усы шикарный но такой мальчик приятный присажусь будь добр заходи здесь дальше балкон те же самые до окна то есть летом там или весной можно открыть проветрить посидеть ну вот видите да вся история вот это блок кондиционера вынесен сюда но так сделано по требованию дома потому что на фасадах если бы это все висело бы у всех было бы некрасиво точно с чем-то нужно мириться то есть это уже так пол них поддувает сказали он по весне будут вопрос решать но опять же вот место для сушилки на мой взгляд не то что круто а шикарно вспоминая свои молодые годы и вспомните ваши молодые годы но согласитесь почему я думаю это было бы просто вау получить такую квартиру опять же смотрите различные детали интерьера там кока-кола миссисипи книжки ну в общем и целом квартирка мне кажется очень даже ничего что вы думаете напишите ваше мнение комментарии познакомьтесь молодая девушка арина ты как раз и есть та самая суженная которая степана ты затащила в москву слушай расскажи пожалуйста ты же тоже с того же самого города ты переезжаешь в москву на учебу куда ты поступаешь я поступила в российский университет дружбы народов на по направлению телевидения вот собственно сейчас на четвертом курсе и заканчиваю университет первые два года степа жил здесь а я жила в другом ж.к. кутузовград на кутузовском проспекте я снимала а вот и в 2022 году собственно мы съезжаемся и ты начинаешь жить здесь вместе с ним слушаю ну наверно сразу вопрос возникнет родители тоже хотели квартиру покупать как то что на кутузовском проспекте сколько там стоило квартиру снимать тогда это было 100 тысяч ровно ну не хило да мы кстати есть интересная история 2016 году когда еще здесь вообще ничего не было моя мама увидела этот ж.к. и тогда счет квартиры стоили 3-4 миллиона рублей то есть на этапе котлована вот но тогда что-то ее остановила купить она сказала посмотрим еще и собственно мы вот от этого отошли этой идеи очень жаль кстати теперь ну конечно конечно как говорится знал бы куда падать подсыпал бы насыпал бы солом а вот здесь прям напрашивается зарисовочка про цены в 2016 году 3-4 миллиона в 2020 году покупают квартиру 48 квадратов без отделки за 12 миллионов уже от частника сейчас то на дворе какой год 2024 весна давайте посмотрим что есть по ценам а цены ребята здесь просто напросто могут шокировать не забывайте о том что все эти от 16 миллионов рублей как правило идут за самые маленькие квартиры вот например однокомнатная квартира 42 квадратных метров 21 миллион рублей так сдачи еще в четвертом квартале 2024 года одним словом цены космос и площади здесь далеко не большие например можно увидеть квартиру там двухкомнатную но вот 48 квадратов трешку здесь называют это то что 65 67 метров то есть понимаете с каждым годом площади становится меньше а цены становятся выше но здесь вы покупаете как бы не просто квартиру вы покупаете локацию инфраструктуру и все то что в дальнейшем застройщик должен достроить хочу затронуть еще важный момент что очень часто в комментариях прослеживается мысль что вот там москвичи вот москвичи они зажрались по факту у стёпы папа с дальнего востока у арины мама занимается бизнесом чем заниматься сейчас расскажется тоже с дальнего востока и мы уже на канале случайным образом снимали ряд людей которые приезжают с дальнего востока один человек у нас покупал себе доходный дом который сейчас дают в аренду другой человек вот взрослый дядька владимир родимич мы недавно к нему ездили тоже с дальнего востока и если походить поспрашивать вот в этих жилых комплексах современных у людей вообще откуда они конечно сначала может быть ответ мы с москвы мы здесь живем но в паспорте вообще откуда ты как правило все с регионов приезжают у людей есть мотивация люди хотят перебраться покупают квартиры в те же самые ипотеки цепляются и вперед вперед то есть мы мысль такая что понятно и москвичи есть зажравшиеся богатые хорошие но и с регионов людей с баблом приезжает тоже немало слушай арина расскажи ну просто людям в любом случае будет интересно у тебя родители чем занимаются у меня у мамы свой бизнес связано с соей и с транспортом логистика и соя крупный бизнес сотрудники есть то есть получается ты и степан амурские мажоры сказали но это обидно вообще в целом друзья там как-то в этом плане завидовали подкалывают вообще это вот вот там свалили родители вам нет у нас в принципе очень хорошее окружение и никто и наоборот не говорил мы очень часто приглашаем гости кого-то и очень хорошо даже проводим здесь время тоже не нужно ехать по пробкам центр города пожалуйста набережная пожалуйста парк ресторан и все что нужно некоторым даже интересно послушать те когда батя квартиру покупал он тебя вообще спрашивал там типа сыну что как нравится те район не нравится может быть другие альтернативы еще что-то рассматривали вообще в целом мы рассматривали еще парк легенд но нам сразу не понравилось мы пытались зайти на территорию на сразу выгнали при осмотре квартиры мы такие ну мы сюда и не пойдем знак знак все не зашло ну кайф когда смотри то ты жил дома с родителями да а тут ты переезжаешь в москву до своей квартиры ну просто дома квартира тоже не маленькая и у меня как бы комната как отдельный мир было поэтому в принципе разницы большая не увидел ну единственное что выходишь и никого дома нет да друзья как вам описание комната была как отдельный мир если можно даже хотя бы как-то кратко там может быть завуалирована чем занимается отец по любому людям будет интересно послушать вообще что там за направление там бизнес или что телекоммуникационная компания и компания сельхозная ну для нашей области да папа много работает я понял у тебя вообще какие мысли ты на кого учишься я на данный момент учусь на теолога а кого теолог это священник но не совсем вот это вот этого места поподробнее теолог это тот человек который связывает правительство и рпц когда вы еще такое услышали я об этом слышу впервые теолога это священника не совсем которые связывают правительство и рпц и ты будешь связующим звеном ну да что типа того а как то вообще об этой профессии узнал я просто увидел что вот вуз который хочу поступать есть такое такое направление потому что я хотел сначала на истфак но там места кончились я думаю ну надо пробовать ну и как нравится учиться вообще ну в принципе да пока ты на каком сейчас на третьем курсе нет желания все-таки вильнуть хвостом уже какой-нибудь другое место пойти нет учиться нет нет закончу да и все слушай с одной стороны тебя как я за кадром сказал можно назвать амурский мажор с другой стороны ну не 120 не 140 миллионов то есть 12 миллионов рублей на момент 2020 года как бы это еще скажем так для москвы подъемная цена пойдемте потихонечку дальше слушаю ну расскажи что вообще вот есть дальше на территории получается это же все дома они все отдельные правильно здесь каждый как бы дом тире жилой комплекс закрытые дворы и так далее закрытые дворы вообще не у всех домов то есть вот мы можем видеть вот буквально первый же дом у него так себе двор он то есть весь просвечивается он очень маленький у нас например двор он полностью закрытый и он прям хорошо сделанный есть вот в самом далеке белый дом у него вообще нет двора и ну там большие проблемы с этим домом как говорится маркетологи дизайнеры свой хлеб едят не зря но вот смотрите что они сделали они сделали карту с 3d туром сегодня можно даже из дома не выходите снимать подобные выпуски это не рендеры это живые фотографии вот мы стоим сейчас в самом начале только летом соответственно картинка сразу другая обратите внимание в правом углу та самая карта и на какую бы точку мы не нажали фотографии все шикарные подобран хороший солнечный день все чистенько аккуратненько ну глядя на такую картинку друзья ну согласитесь конечно да можно что-либо найти но спишем на то что идет строительство и так далее так далее так далее таким образом благодаря подобным картам мы сейчас с вами можем посмотреть на этот жека в летнее время вот этот дом например да который на вашем экране это дом с аркой считается относительно легендарным местом знаковым приходят фотографируются но опять же за что купил зато продал рассказываю что мне рассказывали люди вот такая набережная и собственно мы можем с вами например переместиться в середину жека в летнее время потому что зелень и прочее это конечно всегда придает свою атмосферу некоторые дома построены в стиле американском америка нью-йорк бруклин там дома с голубями есть вот смотрите за нашей спиной дом как ты говоришь в стиле нью-йорка стиле бруклин вот этих районов до америки это кто у вас так это официальная информация ходили вы просто так местными называть у меня просто подружка как раз когда мы разговаривали с ней про это здание на горит у вас есть она просто же архитектор и она говорит вас есть здание которое с голубями и которое похоже как стиле американском вот она хотела его очень посмотреть друзья подходим ближе пожалуйста смотрите вот он домик вот из этого такого красного кирпича и у них на крыше по периметру всего дома стоят просто статуи вот голубей и в чем-то это ассоциация идет с нью-йорком что интересно дворы есть закрытого типа как он сказал нам сейчас степан где зелень есть а есть дворы такие где их вообще ни площадок ничего нету здесь по этому поводу даже некоторые люди пишут жалобы что мол вот мы хотим квартиру купить а в доме который строится не предусмотрена детская площадка рядом с ними есть вот такой парк и этот парк по-своему интересен потому что он так не по необычному сделан вот этот стиль такой знаете как вот правильно я даже не знаю ржавчины но говорят сегодня это современно стало хотя в таком стиле они делали этот парк очень давно и у этого парка есть одна отличительная особенность по крайней мере она была раньше вот обратите внимание в конце вам может показаться что это пруд как ребята даже мне говорили но по факту раньше здесь был бассейн как-то раз я прогуливался на велосипеде катался по этому парку и случайным образом уперся в него здесь просто прямо запах хлорки стоял потому что люди жаловались что приходят со стройки ребята купаются балдеют знаете такая немножко их смущало что строители плавают в бассейне но сейчас бассейн закрыли может быть переделают под пруд но сам смысл что было время когда сюда можно было прийти и забалдеть он был абсолютно бесплатный открытый приходи докупайся в общем вот такая территория сам по себе жк большой под снять его там полностью ну понятно дело уйдет очень много времени картину вы поняли знакомьтесь екатерина по живому решил подойти спросить смотрите вот вы гуляете тут с детьми мамами как вообще вам с точки зрения детских площадок просто нам рассказывал там классный жк все новое современное вы получается на прохожей зоне что ли гуляете да но действительно взял арти достаточно немного детских площадок вот нам повезло у нас есть во дворе вот но там снег не очень хорошо почистили поэтому мы тут а детский сад школа как детский сад еще не открыли школа супер самая лучшая достраивается детский сад но который еще пока не запущен ну и я надеюсь что он хотя бы пол района сможет вместить потому что количество домов и количество людей семьями это ну наверно процентов 70 80 а вот детский сад а то допустим вы детей куда будете водить вообще пока его нет тут у кого дети постарше кого уже в сад надо здесь есть еще сад через дорожку ну я к тому что очередей нету попасть легко все можно без проблем нет есть очереди вон вам расскажет ольга про очереди нет есть очереди достаточно большие репортаж должен быть объективным знакомьтесь ольга оль расскажите просто вам вообще в целом как у вас какие-то говорят есть нарекания пожелания мне не хватает все таки детских площадок но мне не хватает именно со таких знаете современных потому что у меня есть старший ребенок ему 7 лет и для него как будто эти эко площадки которые установлены на набережной где-то там еще у нас в рощи в аллее вот там как бы они для него не интересны ему нужно что-то такое что где могут полазить выплеснуть свою энергию потому что эко она немножко ну вот может быть для маленьких детей да и как бы для моего семилетки ну ему просто негде здесь играть бегать и прыгать ну и как вы решаете этот вопрос куда надо школа получается ехать с ним ехать это ближайший наверное остров мечты тут буквально сейчас открыли близко да там на машине где-то 5-10 минут доезжать но опять-таки это нужно садиться машину ехать а хотелось бы все-таки в пешей доступности куда-то дойти чтобы он пришел и лазил по всем этим сады школы но там говорят да то что вы ждете школу садик ждете вообще в целом как вы думаете когда он откроется здесь не получится так что в группе 50 человек очередь на три года вперед 50 точно нет наверняка 30 будет в группе но проблема в том чтобы нам вообще дали место в этом садике потому что сейчас заселяются новые дома мест не хватает и мы стоим в очереди практически с рождения до нам в следующем году три года уже исполняется мы будем надеяться что нам дадут вместо сушки а вот сын вас старше он ходит здесь который школу учет ее хвалят говорят какая-то крутая школа классная не школа нет к школы мы очень довольны к школе нареканий вообще абсолютно нет поэтому школа классно а учится как в одну в две смены там не помню пока слава богу в одной я надеюсь что мы в одной и останемся потому что в две это ну просто для родителей это физически нереально какую-то выжимку даете с точки зрения проживания здесь вам как семьям с детьми чего не хватает вот чтобы прям хотели чтобы вот здесь у вас было не знаю либо поскорее уже там садик открыли что вы прям сказали о теперь класс чего здесь все ждете поскорее бы уже приняли детский сад открыли и принципе все наверно потому что очень комфортно жилой комплекс на набережную гулять ходите отличная набережная отличный парк на лодочке катались уже вообще классно очень очень супер нам нравится ну а те вот эти дворы которые закрыты с площадкой они наверное тоже уже надоедают раз вы даже сюда просто выходит погулять не почистили обычно во дворе у себя гуляем нам нравится или вот на набережной на площадке здесь мы потому что здесь хорошо почищено в целом вообще вот вы здесь лежать вам позитивно негативно нейтрально вот такой общая атмосфера жизни взял арте до самое лучшее в общих чертах всем довольны или недовольны или вот то что вы озвучили вот этот вопрос решить и мы прям все классно не может быть я не знаю там шумоизоляция плохая трубу рвет там холодно зимой было с точки зрения быта вы знаете ну нет с точки зрения быта все в порядке время все покажет как все это будет дальше развиваться и как этот район будет застраиваться и что здесь будет появляться сейчас пока еще думаю рано говорить надо надо подождать ну первый плюс района это доступность всего в нем изначально второй он красивый сам по себе за ним следят прям активно следит управляющая компания она у нас тут одна на весь район и из прям таких больших плюсов что я могу в любое время выйти понимая пройтись вот хотя бы туда-сюда по прогулочной улице понимая что все будет хорошо я могу еще зайти в магазин взять кофе мне ни за что не нужно переживать то есть имя с точки зрения безопасности у вас здесь как бы нет такого вообще ты когда не встречал там на этих лавочках пьяные там сидят орут а здесь целом охрана правильно еще ходят да друзья поймите правильно таких районов на самом деле вот у них в силу того что повсюду камеры я просто уже общался с одним человек у нее часто охранное предприятие у них даже всякие тревожные кнопки уже на телефонах то есть например сидишь ты можешь вызвать так в чат написать площадка номер 6 охраны придут реально люди если ты вот сидишь и переживаешь и прям проверят спросят кто такие так далее то есть в этом плане в частности за в москве может быть в крупных городах безопасность работать но с другой стороны драк ты тоже также никогда здесь особо не наблюдал собрать больше комментариев людей вот так вот живых подойдя на улицу очень сложно вот идешь вроде бы и народа полно но кому не подойдешь не не я не хочу мне ничего не надо не не я здесь не живу я здесь минимум прохожу я здесь случайно и так далее так далее так далее очень часто люди ставят смотрятся там с камерой мы снимаем им интересно не улыбаются ну дайте комментарии говорю мы вот про жизнь мы не будем задавать какие-то вопросы связанные с политикой и то за что вы можете переживать вот скажи как тебе вообще норм не норм не хотят именно поэтому мы залетаем с вами в сеть интернет там люди более активны и там люди чаще высказывают свое мнение значит общая оценка если мы там говорим про отзывы на яндексе 4,8 показывать показывать позитивные это понятно мне нравится я доволен купил не пожалел это все ясно но что пишут люди из-за негативных отзывов ну давайте почитаем вместе с вами вот хотели купить квартиру жека говно потому что во дворе у нас нету детской площадки кол поставили сразу далее квартиру показывали с панорамными окнами в итоге куча перемычек и так далее то есть люди частенько жалуются что на рендерах обещали одно менеджер по продажам рассказывал одно в итоге не совпало проблемы с парковками опять же здесь здесь не ошибаюсь при каждом доме должны быть подземные паркинги можно купить место парковочное в доме где проживает степан стоит два с половиной миллиона рублей такую сумму он обозначил в среднем вилка за аренду он смотрел 7-14 тысяч рублей в месяц парковок нет парковок нет надо платить не хочешь платить ищи машину куда поставить мой прежний отзыв чудесным образом исчезну я буду размещать их снова и снова качество строительства отвратительное в квартире течет стена к с постройкам естественно есть у людей нарекания если читать отзывы они встречаются достаточно часто в том числе этот шум от дороги люди диву даются как там можно жить грязь шум коммуникации на фасадах здания вот некоторые есть какие-то вытяжки приточки и так далее люди недовольны легендарный завод уничтожили сделали такую застройку плотную вечная стройка качество низкое везде кто ставит 5 звезд пишут о каком-то атмосферном месте где тут атмосфера где красивые виды пейзажи красивый парк набережная строят лишь побольше бы продать и подороже при этом площади продолжим заинтересовал при этом площади все меньше а цена выше как с продуктами общаги завода зил были более уютные и качественные атмосфера была лучше завод надо было там возрождать а у нас только ломают на кладбище счастье не построишь ну и так далее подчеркиваю зачитывая комментарии они в коем случае не высмеиваю мнение людей есть его нужно уважать и понимать что кому-то и жители все очень даже нравится внешний вид домов парке прилегающая территория оценка 5 баллов кто-то же говорит то что хрень это полная но на вкус и цвет товарищей нет поэтому ребят имейте ввиду что говнеца про этот район в принципе люди тоже насыпают активно вот в основном комментариях в живую вот я когда делал акценты позовите пригласите ну вот единственные люди кто откликнулись сказали приезжаем и расскажем покажем со всеми плюсами минусами которые видят они понятное дело ребята молодые но тем не менее что имеем то и показываем обратите внимание дом за нами это собственно первое место куда ты переезжаешь и сначала ты здесь снимал квартиру в силу того что у вас шел ремонт сколько обходилось по съему квартиру месяц по съему квартира была самая дешевая на районе 60 тысяч месяц 2020 года самая низкая цена обратите внимание еще интересный момент что здесь стоит здание я сначала подумал школа какая-то может быть детский сад может какой-то бизнес что это такое это townhouse и вот единственный у нас то есть три этажа вот и окна принадлежат человеку и маленький дворик а дворик получается вот то что в нашу сторону дача она выходит спереди там уже ничего нет там просто дверь а хоть кто-то здесь продан да вот вот здесь живут вот в этом живут вот в том живут ну типа вот один не продан и все у нас здесь часто фильмы снимают но это наверное больше к минусам можно тоже часто перекрывают дороги в общем такой эстетичный район кого-нибудь из знаменитости я не знаю таких современных видела здесь знаменитости нет но мы как-то гуляли здесь зимой и как раз вот на этом месте снимали рекламу яндекс такси мы тогда не поняли что это была за реклама но потом мы по телевизору ее увидели и поняли что это было яндекс такси герои выпуска у нас сегодня молодые но тему то мы обсуждаем взрослую мы первые ребят вы в курсе о том что фортик то оказывается он из приюта какие-то гады по-другому не сказать просто поиздевались на капнут к том что нельзя побрели он на вас и выбросили издали в приюта просто лысого вы подобрали смотри какой он стал красивым благодарен тебе даже не знали да что он станет таким пушистым и собственно он всегда здесь со мной готовит а когда степа за компьютером он с ним за компьютер вот расскажи мне пожалуйста с точки зрения кухни знаешь вот вам на двоих все ли вам хватает или может быть есть какие-то вещи которые знаешь ну там допустим при конструировании всего этого проекта были допущены ошибки что чего-то ты бы поменяла бы вообще конечно конкретно мне здесь одной очень удобно единственный минус это то что здесь нет духовки как мне сказал степа папа ему предлагал сюда сделать духовку но он подумал что зачем она мне нужна теперь мы об этом жалеем хотим купить маленькую такую переносную а ты вообще готовишь я да ну часто вообще нравится готовить я готовить люблю но когда я устаю мы все-то заказываем доставки действует буквально 10-15 твое рабочее место и рабочее и место зона отдыха слушай расскажи нам пожалуйста ты вот ты тоже будешь я работаю а чем-то занимаешься я монтажер ну и создатель видеозаписи для телеканала регионального но расскажи что ты делаешь тебе присадку это материалы ты из него собираешься новостной выпуск или что нет мне дают задачи что нужно сделать условно 12 роликов назовем их так за месяц я сажусь ищу идеи выписываю озвучиваю монтирую подставляю ну так под телевизионный формат подгоняю отправляю заказчик а то есть сам материал ты где берешь тут это что из чего монтировать на стоках а то есть ты собираешь и потом какую-то озвучку что накидывает да я ну сам пишу сценой сам озвучиваю и сколько в месяц 100 соточка до за 12 нормально много времени на это уходит ну два дня полных то есть вот если по 12 часов сидеть то два дня чтобы собрать материал чтобы он написать чтобы озвучить при этом батя закидывает на карту то периодически у нас бартерный обмен им так сказал ну если мне что-то нужно из вещей если мне нужно куда-то поехать туда вот так как бы ты на эту сотку условно живешь на улице ты обронил фразу что вы уже работаете у нас обычно шкак ну понятно мам бизнесмен папа бизнесмен квартиру подарили ты там снимал за 100 тысяч за какая тебе работа зачем тебе это надо сидела бы вон те деньги давали бы и давали но расскажи нам получается ты учишься на четвертом курсе параллельно с этим ты подрабатываешь чем ты занимаешься и сколько тебе это плюс-минус приносит вопроса для понимания людям я вообще занимаюсь с мм проектами то есть веду телеграм инстаграм пока в зависимости от запроса и сейчас я веду два проекта два проекта и за каждый мне платят по 15 тысяч то есть целом выходит 30 ты ведешь страницы в социальных сетях вот один тебе платят 15 тысяч рублей в месяц а что за 15 тысяч рублей тебе нужно делать мне нужно три раза в неделю выкладывать пост в к и в телеграм а ты это сама как-то фотографируешь собираешь информацию идти просто как мне нужно искать информацию выкладывать при этом ты еще периодически подрабатываешь как фотограф да я раньше на постоянной основе работала фотографом но это очень тяжело это два килограмма камеры в руке болит спина это многочасовые съемки и сейчас я снимаю просто вот например знакомый вопрос или кто-то через знакомых обратиться то есть а так уже на постоянной основе нет ну вообще хоть какая-то вилочка есть это например что в месяц тебе одна съемка бывает фото и она тебе принесет там за 5 тысяч рублей сколько какой-то час у меня стоит 7 или если у меня заказывают на ту час 7000 даже еще бывает или бывает так что месяц пустой бывает что месяц пустой иногда вот знакомая заказывала видео снять то есть клип видеоклип это 15 сейчас ну в целом это же не единственные деньги на которые ты живешь то есть но мама в любом случае помогают вот и себя как-то хотя и говорю что мама давая как-то сама да мне мало он то есть мне есть стремление и желание как самой потому что и так родители уже много далее что но она говорит что я тебя люблю я готова тебе помогать даже если у тебя будет много денег мне приятно то есть тебе что-то отослать что-то купить ну вот давай так вот вам на семью из двоих человек вы так не прикидывали вообще в целом за квартиру заплатить продукты купить там пока кафе прогулки плюс-минус вот в месяц сколько уходит на жизнь плюс-минус вот эти деньги уходят сотка да ты поверишь в это я в это не верю пистепа короче делает более более себя скромного мне кажется побольше нет но у нас есть еще дополнительная работа так скажем мы которые мы вместе ведем с иной это женщина 1 мы и ведем телеграм-канал мы там делаем монтажи видео которые она просит за это еще в среднем месяц мы 20 дополнительно зарабатываем ну плюс-минус до 150 на двоих но лишены деньги это лишены деньги по большей степени мои деньги это наши деньги а вот это правильно да вот это время правильно но в целом как бы на жизнью тебе да вот вам двоим в принципе хватает да ну нас еще остается то есть мы там помогаем друзья вы должны понимать что на жизнь имеется в этом да ну покушать прогуляться так далее понятное дело что с твоим остатком на машину ты не скопишь на квартиру побольше ты не скопишь то есть это уже должна быть совсем другая работа больше дохода но это будем считать что в дальнейшем в будущем я прям специально делаю такой глубокий акцент на то чем ребята зарабатывают ведь многим взрослым людям сегодня покажется чего какой-то там монтаж два дня полных работает 100 тысяч получает три раза в неделю публикацию делаешь информацию собрал разместил 15 тысяч рублей в месяц какой-то женщине ведут телеграм-канал 20 тысяч рублей в месяц да друзья такова реально сегодня молодежь вот эти все социальные сети все крутится вертится контент нужно создавать страницы нужно продвигать и кто-то должен это делать на монтажах на фото в видео и прочим 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 сегодня ребята действительно многие неплохо зарабатывают вот пойти устроиться на завод где-нибудь там в 200 км от москвы зарплата будет 40 50 тысяч рублей это хорошо уже новичку ну не знаю 25 30 сколько напишите сколько зарплата на заводе в вашем городе вот для начинающих молодых людей а тут ты занимаешься дома работаешь и зарабатываешь деньги расскажи пожалуйста куда мы с тобой пришли что это вообще за аллея это как говорят будет сам популярное место прогулочная длинная аллея собственно здесь и торговые центры будут и спортзал и кофейни то есть это больше как будет туристическая они для жителей позиционировали место протяжение бродвейчик местные прогуляться слушай мы сколько гуляем идем я не увидел на улице ни одного мусорного бака вот именно мусорного бака что здесь мусором вообще куда вы выносите конкретно в нашем доме мусор у нас на минус первом этаже но у меня здесь живет брат с девушкой как раз вот в первой башне белой и да и мы когда с ним выходили он говорит сейчас я мусор вынесу а куда он говорит ну сейчас машину я положу и получается вы выехали из паркинга нам пришлось заехать до сюда мусоропровод вот здесь клеточка такая просто заходишь как комната и кидаешь туда и причем он был весь забит пришлось кидать это все на пол ну и на основании всего этого процессе общения подводит сразу факт это надо выйти надо дойти казалось бы ну пять минут времени а народ не хочет и что происходит и они оставляют просто это в подъездах вот а потом будет жало что появились тараканы что воняет еще что-то еще что-то начать надо себя в целом какие-то нарекания к этим зданиям есть ну вот единственное это здание высотка она очень ярко светится и вот например даже нам хотя наш дом находится подальше и когда я сплю то есть мне в глаза она прям бьет этот свет приходится опускать жалюзи а вот брат у меня живет с девушкой тоже в этой первой башне и у нее сын ребенка получается комната выходит на эту сторону четко на вот эту башню и там конечно ночью вообще как днем освещает вот видите такое тоже бывает это контурная подсветка фасадов зданий зачастую да классно здорово но на деле когда наступает ночь вот люди потом покупали эти блэкаута зашториваются то есть вариант такой что ты ляжешь откроешь шторы морозная ночь звезды во такого ты не увидишь с одной стороны идешь местами некоторые дома вот этот кирпич цвет вообще в целом архитектура смотрится ну действительно неплохо прям так симпатично знаешь атмосферно особенно сегодня у нас по дух погода подыгрывает сухо чистенько классно но идем до жилые комплексы вроде бы как это все сделано замашкой название бизнес другой уровень жизни другой контингент но он тебе алкогольный магазин раз пивнушка разливнушка два еще одна пивнушка разливнушка алкогольный магазин но не простой а с высокими ценами более дорогой то есть вот это вот все равно на каждом углу есть ребята даже сами отмечают что ну вот здесь про место притяжения строителей то есть в конце рабочего дня опа расслабился живешь вроде как в закрытом жилом комплексе вроде как но с другой стороны он проходной рядом у нас здесь есть станция мцк и народ на нее мцк правильно мцк как бы народ курсирует то есть вот это все нужно прочувствовать вживую на картинках на 3d туре безусловно все классно красиво но когда идешь по улице в силу того что ты мцк там рядом бизнес-центр и вот именно проходной двор непонятные люди для жильцов этого дома я уверен что многие из них хотели бы чтобы они где-нибудь там сбоку обходили на основании то также вот этих красивых лавочках переполнены урна всякими этими чифы реками алкогольными мусор валяется таблички стоят за животными нужно убирать есть центральный прогулочная аллея за которыми видно смотрят внимательнее а есть чуть в сторону уходишь все на хрен засор то есть вот эти вот другие люди другой уровень жизни он на рендер как вообще считаешь надо убирать то или даже управляющая компания за животными нет я считаю сами хозяев должны убирать своими животными и вот это странно вот кстати здесь что сейчас то есть увидел потому что да когда мы гуляем в парке на набережной все ходят с пакетиками а весна показывает кто где но вы понимаете поэтому все вот эти вот жека они очень спорны идея ну классно кому нравится архитектура подобное ну почему нет но при этом вот начинаешь вникать качество жалуются площади маленькие цены высокие и пошло 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 поехало то что ребят стоять вот зачастую москва это что это вот я вам покажу это вот такая вот история вот смотрите ты выходишь из дома тебе нужно было в ателье сходить подшить джинсы и что происходило это отелье находится около набережной в подвале я прихожу говорю мне нужно подшить просто чуть-чуть длинноватые брюки отдаю и мне говорят 3000 я как-то то ли не расслышала то ли что я взяла эту бумажку не поняла думаю вроде как бы не то что мне там денег нет но это просто как-то очень странно 3000 чтобы просто обрубить джинсы вот и потом мы пошли в другой ателье который находится уже на центральной улице потому что аренда же дороже собственные цены должны быть дороже но у них цена была тысяча рублей за то что просто подшить то есть здесь можно найти как и доступные до какие-то по цене вещи но и есть те которые прям эту цену загибают а с точки зрения кафе ресторанов отмечаете что местами даже цены ниже до чем в городе цены ниже да ну например когда праздники там 23 февраля отмена 14 февраля очень долго искали место куда сесть потому что никто не хочет выезжать собственно все выходят на район садятся ближайшие кафе ресторан и все я может быть что-то не понимаю но объясни мне вот это что за фирма у тебя винил что-то виниловые пластинки слушаешь да и что ты слушаешь ну у меня все хиты 80-х есть ласковый май есть нет американских 80 американских оба моден токен я вот по таким вещам гоняешь задач включаешь это получается сюда винил а это от него колонна и поперлут движуха йомаха 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 вот эта бомба эта бомба покажи пожалуйста смотри у тебя висит номерочек там миссисипи в америке был но это не он не оттуда китайский это просто притащили как сувених но ты не летал в америку еще летали был да с родителями вот видите я говорю у нас сегодня тимофей такой как это говорится заряженный бобер с амурской области вот это вот объясни мне чё за клавиатура такая кать специально что ли что я просто морю какая-то такая как-то как будто под старину что сделано или что не чем фиш так project когда какая-то там 83 по моему а мне подарили ну это очень крутые клавиатуры это продвинуты да у него крутость в чем заключается просто потому что может нажатие на кнопку как тут она механическая она ну то есть механика которая полностью разборная которая полностью кастами кастомизируется сам бэкплейт ну то есть корпус сквятой он алюминиевый она очень тяжелая то есть сдвинуть со стола практически невозможно каким-то рывком короче удобно работать а так вот смотришь знаешь такое щень кого-то старенькая какая-то клава от деда так сказать досталось а это по факту продавал очень разумеется штука как он мне кажется очень даже уютная атмосферка получается такое знаешь класс впечатлению такие прям какие-то спокойные простые знаешь обычно сейчас скажешь что 21 год переехали с региона в москву то есть меня такое впечатление вроде как ему деньги есть клубы тусовки я уж извиняюсь там какой-то алкоголь там и так далее тусоваться 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 это не про вас как вообще в 10 часов а как вообще время свободно проводить но мы либо вместе что-то смотрим либо мы просто этим гулять по юну свободное время в принципе на этом заканчивается здорово какие минусы сегодня нас получается конечно так все позитивно по-доброму но тем не менее вы здесь живете одна из проблем сух я знаю вас плохая шумоизоляция и в силу того что полно детей что тут у вас расскажи в принципе во всем доме как мы можем понять очень плохая шумоизоляция между квартирами и вот у нас где спальня там стена и вот за этой стеной комната детей соседей соседских мы когда ложимся спать они еще не спят и это создает очень большие проблемы в плане того что они просто шумят бегают бесятся но это дети и получается так что мы часов до 11 с ними бесимся бесимся фиксируем шумоизоляция хрень полная раз дальше в силу того что здесь принципе давно живешь так ходишь изучаешь жалуются соседом не знаю прорыв труп еще что подобное было белый дом который вот на закона видеть у меня там живут друзья они живут на пятом этаже но пятый этаж у них технически считается первым и там внизу располагается торговый центр на четыре этажа будет располагаться точнее у них труба застройщик неправильно сделал трубу и у них постоянно все назад идет и им квартиру прям это мы уже проходили это забивается а забивает знаешь почему на самом деле кидают до остатки выливают опять же смотреть люди сами делают ремонт и выливают все это забивается поднимается наверх то есть в первую очередь тоже даже вина не застройщика неправильно эксплуатация канализации там не столь в этом суть там просто труба когда она заходит в торговый центр она вот так начинает и она вся забивается то есть а по факту по проекту она должна была быть прямой то есть застройщик самый изменил на застройщика подавали в суд ничего он сказал что мы ничего не будем размещать вот такую фигу показал наш фиксируем информация такая но в любом случае друзья не забывайте когда вы покупаете квартиру в новом доме в старом доме делайте ремонт в унитаз мы ничего не выливая унитаз предназначен для других дел из минусов можно назвать и сейчас не конкретно дом а вот например вы из трешки всегда пробки что в ту сторону трешки что обратно то есть я выезжаю еду в универ 20-30 минут я просто стою на выезде короче митрополитена вам здесь прям сильно не хватает данный за 2 лет когда обещают двадцать пятом году когда но можно сказать нечестность так скажем насчет блока кондиционера просто в квартирах которые смотрят на ту сторону дорогу это во всех так домах у них блоки кондиционера можно спрятать специальную зону есть отцек специальный у нас у тех кто круг у кого квартира смотрит дом так нельзя сделать типа короче вот те на балкон у тебя есть на балконе стоит бог да на их согласен полностью это блин и пространство жирает и в целом ну как бы казалось бы сделать вы дополнить эти корзинки которые до везде всем вешают повесьте туда блок и все даже не в корзинках дело то есть между вот даже квартирами есть перешейки и вот те перешейки которые на ту сторону они закрыты и шоточкой специальный в которой ты можешь выставить этот блок закрыть это стеной потом и все он никому мешать у нас так нельзя у нас просто не предусмотрели классно в целом чаты не читаете жители дома так не сидите читаем но там обычно у нас у нас была война тут недавно с управляющими компаниями потому что одну компанию лс ровскую но уже управляйку отмели у нас именно у нашего дома конкретно пришла другая она мне лично дико не нравилось и шла война собственников а все решила 6 человек потому что у нас домовой совет собирается шестью человек и на сегодняшний день в этот вопрос решен все сейчас типа все всем довольны сейчас до вернулся потому что старый то есть смогли вернуться и какие планы вообще на будущее вот как вообще сами там не сидели не обсуждали чё ну наверное как бы свадьбу пора да это да то есть мы прям уже все решил и копим конечно при арене такое не надо спрашивать но тем не менее мы купим даже то есть все будем жениться потом детей ну и в дальнейшем как думаешь надо же будет но уже не здесь детей точно уже хотим да то есть вы дом хотите а дом получается где же в москве ты его в подмосковье и потом если что в москву кататься то есть вам вот это вот как вообще город то нравится же наверное не нравится или как бы с удовольствием переедете за город мы с удовольствием перейдем за город но лично мое мнение просто под той причине что москва она огромная и сюда желательно раз неделю выезжать на мой взгляд слушайте интересный ответ пожелаем вам только лишь удачи и остается нам с вами подвести только лишь черту этого выпуска вот допустим идешь вот смотрите дом зайцами я спрашиваю ребят может быть это какой-нибудь там названию не есть там дом рэбита нет просто вот такое решение в каком-то доме живешь я в доме с голубями а я в доме зайцами что я хотел показать этим выпуском ну как минимум мы с вами посмотрели один из раскрученных районов новостроек москвы зилард про него очень часто говорят как хорошее так и плохое выводы уж тут делать только вам вы посмотрели как живут молодые ребята из обеспеченных семей завидовать им я думаю точно не стоит оскорблять их точно не стоит это их родители это дети а каждый родитель хочет своим детям только самое лучшее поэтому воспринимите лучше это как позитивную информацию чтобы было к чему стремиться я не хочу высказывать свое мнение купил я здесь квартиру не купил бы пишите лучше ваша на этом мы с вами закончим обязательно подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм канала ссылочку оставляю в первом закрепленном комментарии до новых встреч всем пока пока что вы увидите